Днепр первым в Украине ведет инфекционный контроль в больницах. Об этом мэр города Борис Филатов сообщил во время международной научно-практичной конференции, посвященной вопросам инфекционной безопасности. Вы знаете, что у нашего города, у городской власти большие амбиции. Мы декларируем все время, что мы и культурная столица, и спортивная столица. Проводим большое количество массовых мероприятий и медийно освещаемых. Но хотелось бы, конечно, чтобы мы были еще и кроме этого столицей научной, столицей по реформированию здравоохранения. Сейчас в нашей стране санстанции расформировали, и фактически заниматься инфекционным контролем некому. Именно поэтому власть Днепра этот вопрос не оставляет без внимания. Это знаменитая события. Первая международная конференция с безопасностью пациентов происходит в Днепре, происходит за поддержкой мэра, особо мэра Бориса Филатова, который понимает необходимость обеспечения качественной и безопасной медической помощи для жителей города. Впервые Днепр принимает фестиваль современного танца и перформанса. На протяжении четырех дней горожане могут окунуться в мир современного танца. Готовили фестиваль около года. Устроить его помогали израильские художники. В нашем городе фестиваль «Хайдэнс Днепрфест» проходит в рамках программы Бориса Филатова «Днепр. Культурная столица». Для нас это очень новая такая интересная тенденция. Во всем мире перформанс приобретает все больше и больше значимости. И уже, честно говоря, это уже отдельный вид, превращается в отдельный вид абсолютно, так сказать, искусства и зрелища. 7 июня, в заключительный день фестиваля, в музее «Литературное Приднепровье» состоится презентация проекта «Шулхан Арух». Праздник чистой воды для жителей проспекта Мира уже становится доброй традицией. В прошлом году там открывали бювет. В зимний период он был законсервирован, а вот к началу летнего сезона его торжественно открыли вновь. Мы планируем проводить такое мероприятие, чтобы у людей это стало доброй традицией. Таким образом, скажем так, подчеркивать начало теплой поры года и, скажем, привлекать людей к тому, чтобы они больше времени проводили на нашей аллее и радовались. Также жители Днепра стали свидетелями еще одного яркого события – свадебной церемонии, которую проводили под куполом бювета. Счастливчики. Молодая пара из Днепра получили возможность повесить первый свадебный замок – символ вечной любви и верности на кованой беседке. Днепр. Лето – отличная пора для фестивалей, поэтому в Днепре уже сейчас каждый горожанин может подобрать варианты культурного досуга. С 3 по 11 июня в Днепре проходит фестиваль современного искусства «Конструкция» уже в четвертый раз, а в этом году при поддержке программы Бориса Филатова «Днепр – культурная столица». В рамках фестиваля запланировано большое количество перформансов, лекций, выставок и мастер-классов. Заброшенный амфитеатр парка Шевченко превратился в площадку для всех проявлений культуры. Здесь международная команда архитекторов, дизайнеров, волонтеров работает над тем, чтобы ревитализировать, вернуть к жизни площадку амфитеатра в парке Шевченко и сделать ее свободной для творческого комьюнити. Уникальность этого проекта в том, что он полностью делается ресурсами людей как комьюнити. Идея возникла от группы людей. Реализацией макета занимается группа волонтеров-архитекторов с разных стран Европы. Здесь и Польша, и Дания, и Великобритания, и Швеция. И строится это тоже руками днепропетровцев, горожан, которые потом же и будут пользоваться этим пространством. Более подробно с программой можно ознакомиться на сайте фестиваля «Конструкция». Продолжение следует...